В эфире новости. Меня зовут Алмаз Ашим. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в Нур-Султане из-за сложной метеорологической ситуации. Объем выпавших осадков в январе достиг трехмесячной нормы. Об этом на брифинге сообщила представитель КАЗ «Гидромет». В ближайшие дни ожидается приход северо-западного антициклона, который принесет похолодание и прекращение осадков. Но такое понижение будет временным. В ближайшие сутки, 29-30 января, ожидается уже приход северо-западного антициклона, с которым мы ожидаем похолодание и прекращение осадков. Температура воздуха наконец-то станет похожа на январскую. Ночью на севере, востоке и в центре составит минус 20-30 градусов. Но такое понижение также будет кратковременным, так как очередной антиатлантический циклон уже готовится выйти на европейскую территорию России. И связанное с ним тепло начнет поступать на наши западные регионы. Из-за плохой погоды в шести регионах Казахстана круглосуточно работают оперативные штабы. Из-за непогоды движения закрыли в семи областях на 40 участках общей протяженностью более 5000 километров. Это более 20% всех дорог республиканского значения. Только за минувшие сутки спасли более 750 человек, отбуксировали свыше полторы тысячи автотранспортных средств. Случаи обморожения либо гибели людей, попавших в снежные заносы, не зарегистрированы. Больше всего трасс закрыли в Акмолинской области. По всей республике работают 727 единиц техники. Кроме того, колонна, которая направлялась из Щучинска в сторону Нурсултана, так и не доехала до столицы. Причины озвучили сотрудники КАЗ Автожол. Из-за того, что нетерпеливые водители автомобиля марка Land Cruiser 200 белого цвета и Lada 2114 и Nexia, вот эти три машины, покинув пределы колонны, начали обгонять колонну. И в этот момент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми машин. И колонна разделилась на два потока, то есть впереди которой шла колонна с сопровождением пяти наших комбинированных дорожных машин и полицейских. Они проехали в сторону Нурсултана, а остальная часть отсеялась и осталась в районе Жанаталапа. И вот всю ночь их оттуда вызваливали и довезли до Ахкуля под утро. И сейчас они все находятся в Ахкуле. На выездах из столицы начинают образовываться заторы из автомобилей. Несмотря о решении о закрытии дорог, автолюбители не теряют надежды выехать за пределы мегаполиса на свой страх и риск. На одном из таких выездов работают мои коллеги. Андрей Деменок присоединяется к нашему эфиру. Андрей, еще раз приветствую. Из выезда на выезде из столицы до сих пор выезд закрыт получается. Я вижу за вашей спиной большое скопление легковых машин, фуру я вижу там. Сколько времени, скажите, водители ждут, чтобы дождаться этой хорошей погоды? Алмаз, да, еще раз тоже тебя приветствую. На самом деле здесь легковых автомобилей очень мало. Преимущественно это фуры, большие грузы. Сколько их здесь сказать сложно. По разным оценкам их от 100 до 150 таких транспортных средств. На самом деле, да, движение закрыто. Исключение делали только для как раз вот таких многотонных фур. Сейчас я попрошу показать режиссеров, какая ситуация на самом деле на дороге, пока мы до сюда добирались. Отмечу, что нам разрешили выехать на трассу в виде исключения. Другие транспортные средства легковые на дорогу пока не упускают. На самом деле, вот мы находимся на Астраханской трассе. Вот уже там, там уже пост ГАИ. Буквально несколько секунд назад мы, нам удалось поговорить, не удивляйтесь, но с пешеходами. Несколько людей, в том числе женщины, шли с поста ГАИ. Дальше их не пропускали. На вопрос, куда они идут, они просто отвечали, мы идем на работу в город. Вот, как они собираются дойти и сколько сил и времени у них на это им потребуется, сказать сложно. Однако, люди не отчаиваются и все-таки пытаются идти. Между тем, здесь преимущественно, вот как раз, как я уже говорил, фуры. Их тут несколько сотен автолюбилов. Кто-то говорит, что стоит несколько часов, другие говорят, что уже стоят сутки. На самом деле, еще такой момент, что, опять же, многие из них работают на дизеле. Им приходится постоянно греть свою машину и, соответственно, расходы топлива. Снегоуборочные машины на самом деле ходят, но, по словам водителей, для многих это оборачивается оборотной стороной медали. В том плане, что грейдеры, снегоуборочная техника просто заваливают фуры и поэтому проехать, поэтому по факту они остаются закопанными в снегу. Многие из автолюбителей пытаются высвободиться из снежного плена самостоятельно, тем самым надеяться, что, когда откроют дорогу, они смогут уехать. Ситуация на самом выезде из города, где работают, сразу же порядка, они преградили движение. Сейчас я еще попрошу режиссеров показать одно видео. Люди, это преимущественно водители легковых автомобилей, достаточно остро реагируют на ситуацию. Полицейским приходится выслушивать многое о себе нового. Люди все-таки пытаются выехать на трассу. Многие делают это по встречной полосе, тем самым пренебрегая всеми элементарными средствами своей же безопасностью, своей безопасностью, безопасностью водителей. Но, между тем, Стражи порядка все-таки опять настоятельно рекомендуют очень хорошо подумать перед тем, как выезжать на дорогу. Алмаз, у меня пока на этом все. Есть еще какие-нибудь вопросы у тебя? Нет, нет, у тебя пока. В принципе, ситуация понятная. Скажите, а были какие-нибудь конкретные случаи, вот как буквально недавно, неделю назад вроде бы было, когда, игнорируя правила, люди тем не менее выезжали на трассу? И зарегистрированы ли такие случаи? Что говорят полицейские? Сказать сложно. Полицейские на контакт идут не особо. Мотивирует тем, что соответствующего разрешения общаться с журналистами у них нет. И при этом у них банально нет времени, потому что многим из них приходится общаться с водителем и объяснять им, почему на дорогу выезжать нельзя. Спасибо, Андрей. Одевайте шапку, не заболейте. Мы ждем вас здесь на работе. Еще обязательно вернемся. Это был наш корреспондент Андрей Деменок. Он сегодня мониторит ситуацию в столице, связанную с плохой погодой. Итак, 70 населенных пунктов севера Казахстанской области из-за непогоды оказались отрезаны от внешнего мира. По сведениям ДЧС, дороги к этим селам буквально завалило снегом. Наиболее сложная обстановка сложилась в районах Габит-Мусрепова, Шалакына, Айртауском и в Темирязевском. Сейчас принимаются меры, чтобы расчистить трассы. В усиленном режиме работают дорожные службы, спасатели, полицейские. За выходные в регионе заложниками Бурана стали почти 150 человек. 60 из них эвакуированы в пункты обогрева, и среди них есть дети. Эти люди в пункте обогрева находятся по-разному. Есть, которые находятся уже более двух суток. Им придется ожидать до полного открытия автомобильных дорог, чтобы для сохранения жизни и здоровья людей. В четырех районах области видимость была нулевая. Даже наши спасатели, когда выезжали, 20 километров, они проезжали 3-4 часа. Буквально перед машиной на метр, и дальше ничего не видно. Павлодар завалила снегом. По данным областного филиала Казгидромет, высота снежного покрова, выпавшего за минувшие двое суток, в областном центре превысила 7-миллиметровую отметку. Сегодня снегопад прекратился, но на территории области сохраняется порывистый ветер с низовой метелью. Какая ситуация на данный час при Иртышье, по телефону расскажет наш корреспондент Ербол Абишев. Ербол, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, Умас, назвать сложную ситуацию с обильным снегопадом в Павлодаре нельзя. Службы прилагают все силы для того, чтобы максимально быстро очистить город от снега. Если на проезжей части улиц снег убрали, то во дворах передвигаться сложно, особенно автомобилям. Глубокая колья и рыхлый снег сейчас главное препятствие для автолюбителей. Понятно, что техники для расчистки дворов не хватает, хотя ее и увеличили вдвое. В приоритете расчистка улиц, чтобы не парализовать движение автотранспорта и автобусов. Поэтому городские власти вынуждены обратиться за помощью горожанам. Для этого даже объявили челлендж Бейсбергемов. Первыми за лопатой взялись волонтеры. Они начали выносить снег из дворов ветеранов войны для этих пенсионеров. Следом эстапету поклотили государственные служащие. Таким образом, с начала акции уже удалось очистить более двух десятков дворов территорий. Но работы еще много, как и снега, которого, к слову, только за минувший выходной из Павлодара удалось вывезти около 25 тысяч тонн. По прогнозам, завтра снега повторится, а потом область окажется во власти холодного антициклона. Ожидается, что в среду температура воздуха опустится до минус, а местами даже до минус 28 градусов. Морозная погода сохранится до следующих выходных, предполагает Казгегранитель. Спасибо за максимально развернутую картину касательно погоды в вашей области. Из Павлодара на прямой связи с нами Ербол Абишев. Не просто добираться до работы сегодня было и в Караганде. В снежных заносах застревает даже спецтехника. Загородные трассы закрыты, занятия в школах отменены. На городских улицах переметы, общественный транспорт едва справляется с пассажиропотоком. Несмотря на то, что из-за заносов скорость движения автотранспорта невелика, на дорогах нередки дорожно-транспортные происшествия. Всего за минувшие сутки помощь от спасателей получили 320 человек. В пунктах обогрева разместились выше 80 жителей области. Прямо сейчас в двух районах региона идут аварийно-спасательные операции. Обильный снегопад на востоке Казахстана принес немало проблем региону. Но отдаленные районы буквально утопают в снегу. И даже в крупных городах справиться с осадками коммунальщикам непросто. Поэтому в Усть-Каменогорске приняли решение создать специальный оперативный штаб. Об этом сообщила по телефону наш корреспондент в регионе Аннелли Сембердина. Она сейчас с нами на прямой связи. Аннель, насколько необходима была такая мера и какая ситуация к этому часу? Добрый день, Алмаз. Снегопад в Восточном Казахстане не прекращает уже которую неделю. И в эти выходные только в Усть-Каменогорске выпало свыше 20 сантиметров осадков. А за городом ничего больше. И еще в мастер-сочистка улиц. При том, что люди работают круглосуточно. На линию ежедневно выходят до 100 единиц техники. Но жалобы от населения не прекращаются. Поэтому и было принято решение создать оперативный штаб. Город разделили на 10 участков по количеству комитетов местного самоуправления. Определены ответственные лица. Большое внимание уделяют частному сектору. Подключились к работе и полицейские. К примеру, за эти двое суток на штрафстоянке вывезли уже 12 автомобилей. Они были припаркованы в неположенном месте и создавали преграду снегочистительной техники. Всего за эту зиму с улиц областного центра вывезло уже больше 80 тысяч пугометров снега. Алмаз. Такая ситуация в Восточном Казахстане. На прямой связи с нами была Анна Лисимбердина, наш корреспондент. А мы продолжим. Трех человек ищут в Шалкарском районе Актюбинской области. По информации ДЧС, на выходных мужчины вышли в степь за скотом. Но из-за нулевой видимости они заблудились. В настоящее время на месте работают две бригады из числа спасателей, полицейских и сотрудников местного акимата. В поисках планируется задействовать вертолет. Аналогичный случай накануне имел место в Байганинском районе. Там поисково-спасательные работы завершились благополучно. Отмечу, в регионе несколько дней сохраняется метель. Объявили штормовое предупреждение. Закрыли дороги в нескольких направлениях. За минувшие два дня спасли 32 человека. 113 доставлены в пункты обогрева. Дороги остаются у нас закрытыми сейчас республиканского значения. Это Северный обход и Эмбо-Иргиз. И местного значения остается закрытая Донская обогрева. Синоптики на сегодня также обещают нам ухудшение погоды в виде тумана, низовой метели и сильного гололеда. Штормовые предупреждения приходят не просто так. И поэтому, если получаем такие штормовые предупреждения, конечно же, нужно обязательно посмотреть возможность доехать, добраться на поезде. Касым Жамар Тукаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом написал в фейсбуке пресс-секретарь главы государства Берико Али. Сегодня у президента Казахстана запланированы переговоры с наследным принцем Абудаби, шейхом Мухаммедом Бензаидом Аль-Нахаяном. Будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений. Программа визита также включает проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ. Завтра в Дубае глава государства встретится с вице-президентом, премьер-министром Эмиратов, правителем Дубая, шейхом Мухаммедом Бен-Рашидом Аль-Мактумом. А также посетит Международный финансовый центр и проведет встречи с руководителями арабских компаний. К другим темам. Авиакомпания «Эр-Астана» отменила рейсы из китайских городов в Пекин и Урумчи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации. Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взымания штрафов. В аэропортах республики принимают необходимые меры реагирования по противодействию завоза особо опасных инфекций на территорию Казахстана. Пассажиры проверяются специальными стационарными и ручными тепловизорами. Отмечу, работа воздушной гавани в столице возобновлена. Аэропорт работает в штатном режиме. Авиакомпания «Скат» отменяет рейсы на китайский остров Хайнань из-за нестабильной ситуации со вспышкой коронавируса. Сегодня не состоятся перелеты по направлению Алматы-Хайкоу и Нурсултан-Санья. Кроме этого, объявили также об отмене рейса Алматы-Хайкоу на 30 января. Эту информацию нам подтвердил представитель авиакомпании «Скат». Известно, что туроператор «Тестур» также распространил официальное сообщение об отмене рейсов и рекомендовал незамедлительно довести эту информацию до всех, кто купил путевку туристов. В свою очередь, перелеты из Китая в Казахстан по этим направлениям будут выполнены сегодня по расписанию. По всем вопросам туристам рекомендуют обратиться к агентам, у которых они покупали путевки. Ситуация с Хайнанем очень нас беспокоит, поскольку казахстанцы часто бывают там, поскольку там курортная зона. По информации корпоративного фонда «Туристок Камкор», в Китае продолжают находиться почти тысяча граждан Казахстана. В основном это туристы на острове Хайнань. В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили о готовности принять меры, чтобы наших граждан оттуда эвакуировать. Те туристы, которые далеко вперед купили туры, там однозначно проблема не очень серьезная, потому что это бронь, которая еще позволяет производить отмены. Сложнее с теми бронями, которые вот на ближайшее время, самолеты все проданы, места все в самолетах проданы, а это все, вы же понимаете, насколько это все сложно сейчас, когда там самый высокий сезон в Китае, это сезон Нового года, очень много выходных, поэтому всегда все отели зарабатывают на этом. И то, что эти отели были забронированы под рынок казахстанский, это, конечно, принесет большой ущерб. Поэтому сейчас нужно будет объединить усилия государства и туристических компаний и рассматривать вопрос в каждом конкретном случае о том, какие возможности сейчас будут по возвращению средств. И вот уже стало известно, что одна жертва скончалась от коронавируса на острове Хайнань. От пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина. По состоянию на утро 27 января в провинции Хайнань выявили 31 подтвержденный случай заражения, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. Общее число зараженных на территории материкового Китая составило 2744 человека, сообщил Госкомитет по делам здравоохранения Китая. Вирус унес жизни 80 пациентов. Более 450 лиц находятся в тяжелом состоянии. Выписаны из больницы 51 человек. Под наблюдением находятся более 30 тысяч контактировавших лиц. Мы поставили в Ухань медицинское оснащение, включая защитную форму, маски, перчатки, а также больше 900 медиков со всей страны. Другие группы пока находятся в резерве. Центральное правительство выделило 1 миллиард юаней для борьбы с вирусом в провинции Хубей. Мы направили во Всемирную организацию здравоохранения информацию о вирусе, его геном. Мы также пригласили в Ухань экспертов из ВТО Гонконга, Макао, Тайваня. После исследования ВТО приняло решение не придавать эпидемии международный статус. Из-за распространения вируса власти Китая объявили о продлении праздничных выходных на три дня. Напомню, ряд университетов по всей стране объявили о переносе сроков начала второго семестра. Создана руководящая группа по борьбе с новым типом коронавируса. Ее возглавляет премьер-министр Китая. Китайские эпидемиологи подтвердили, что источником коронавируса были дикие животные. Об этом сообщают местные СМИ. Для исследований были взяты образцы из рынка морепродуктов в городе Ухань. Анализы показали, в 33 из 585 проб была обнаружена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные в торговле, которыми осуществлялась на рынке Хуанань. Напомню, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно еще в конце декабря прошлого года. По информации South China Morning Post, жертвами нового типа коронавируса стали уже более 80 человек. Свыше 2,5 тысяч человек заражены. Между тем, власти Поднебесной ввели полный запрет на любые формы продаж и перевозок диких животных из-за стремительного распространения коронавируса. Об этом говорится в специально опубликованном заявлении. Власти потребовали изолировать все места, где разводят диких животных. Местное население предупредили об опасности и возможных последствиях после употребления в пищу мяса диких животных. А в Гонконге протестующие устроили пожар в здании, которое местные власти планировали использовать в качестве временного изолятора для заболевших коронавирусом. Известно, что оно является незаселенной новостройкой. Пожарные быстро потушили пламя. На место прибыла полиция. По меньшей мере один человек арестован. Ранее сотни людей вышли на акцию протеста, возмущаясь предложением администрации города превратить несколько жилых кварталов в карантинную зону. По данным местных СМИ, в акции участвовали почти 200 человек. Протестующие подожгли нижние этажи нескольких зданий и заблокировали дороги. Между тем, третий случай заражения коронавирусом зафиксировали в Южной Корее. Об этом сообщают сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний. По их данным, третьим заболевшим стал 54-летний мужчина, который ранее находился в китайском городе Ухань. 20 января он вернулся на родину. На момент приезда у него симптомов болезни не было, но спустя два дня появился жар и озноб. Больной сначала лечился сам, но после обратился к врачам, которые поставили этот страшный диагноз. Мы на этом закончим, но продолжим немного позже. Субтитры создавал DimaTorzok